Диски с мужским стриптизом он досмотрит через 10 лет. В Оренбурге сегодня поставлена точка в скандальнейшем деле о совращении малолетних. Двое деятелей культуры за свой некультурный досуг получили по 3 и 10 лет. Подробности делу Александра Белова. 20 свидетелей, 7 потерпевших и 2 законных представителя буквально сутки напролет посещали заседание промышленного районного суда Оренбурга. Дело банды педофилов здесь рассматривали ровно месяц. Отчасти обвинение прокуратура отказалось, деятелей культуры не обвинили в действиях сексуального характера с применением насилия группы лиц по предварительному сговору. Выдумано сельскохозяйственными органами. Все это придумано и все связано с потолка. У меня лучше доказательство, я это докажу. Никакой ни педофил, никогда им не было, никогда в банке педофилов не состоял. И детей тем более никогда не насиловал. Григория Чеблакова, заслуженного артиста России, осудили лишь по одному эпизоду, по 134 статье за сексуальную связь с малолеткой. Лишили свободы на 3 года. Согласно приговору, экс-солисту Екатеринбургская периода отбывать наказание в колонии-поселении. С учетом, что в соответствии с частью 1 статьи 71 Уголовного кодекса Российской Федерации, одному дню лишения свободы соответствует 8 часов обязательных работ, назначит Старостенко окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима. В суде удалось доказать 8 из 13 эпизодов, в которых Вячеслав Старостенко, бывший администратор ансамбля танца дискомобиля, участник шоу «Минута славы», расслевал несовершеннолетних. На оглашение приговора поэтическим соображениям не прозвучало ни одной фамилии потерпевших. Что же действительно старик-извращенец делал с молодыми людьми? Все осталось лишь в материалах дела, в том числе фотографии артистов в компании малолеток. Согласно решению суда, извращенцам вернут те вещи, которые были использованы следствием как доказательство их вины. Это какие-то обрывки из блокнота, справочник по мужской анатомии и диски с фильмами и мужским стриптизом. Александр Белов, Николай Бурмистров, Вести Оренбуржья.